Вы знаете, у меня был такой случай. Ко мне в Рязани пришла одна женщина, и она говорит, «Вадыка, у нас был вот такой священник, отец Евгений, очень хороший батюшка, подвижник такой, и он мне говорил, «Зоя, вот я скоро умру, а ты, придет время, обратись к Ахерею, делай, что хочешь, как хочешь поступай, но чтобы меня причислили к лику святых». И вот я пришла, чтобы просить его причислить к лику святых, но я чувствую, что здесь вот в разговоре, что тут уже клиника. Я ей говорю, «А может, поподробнее рассказать?» И она говорит, «Да, он приходил, мы часто с ним пили чай, даже обедал он у нас, такой хороший батюшка, и он сказал, «Как хочешь, делай все, что хочешь, но чтобы меня причислили к лику святых». Вот я прошу, я говорю, «Вы знаете, вообще у нас такая традиция, никто из святых не помышлял, что он святой». Макарий Великий лежал на одре болезни, и все знали, что он действительно великий, он совершал великие чудеса. И его сподвижники все говорили, «Ой, отче, ты уже-то заслужил Царство Небесное». А он им говорил, «Братья, я даже не уверен, что я начал путь покаяния». О какой святости, о каких мощах! Макарий Великий на смертном одре говорил, что он еще не начал путь покаяния. Обратите внимание, какое смирение, да? А тут пили чай и говорят, «Что хочешь делать, чтобы меня причислили к лику святых?» Я говорю, «Уже и к вашему предшественнику ходила, к владыке Симону, и к вам вот уже хожу, надо его причислить к лику святых». Я ей говорю, «Слушайте, вы только никому не говорите!» А она говорит, «А почему?» Я говорю, «Если только узнают сейчас, то его никогда не причислить к лику святых». Я говорю, «Вы сейчас потихонечку выходите из моего кабинета, больше никому не рассказывайте». «Я уже все знаю, все все знают». И она ушла, и до сих пор ее нету. Знаете, тут клиника. Есть такие, к сожалению. И вот когда сегодня говорят, «Вы знаете, блаженная Валентина говорила, чтобы ее мощь не открывали». Слушайте. Но вот сравните преподобного Макария и святой блаженной Валентины. «Да разве она святая? Разве она когда-нибудь помышляла по своему смирению, что она будет святая?» «Нет». «Да нет, никогда». Преподобный Антоний Великий, который уже, казалось бы, перешел, как о нем свидетельствует житие, когда он уже проходил мытарство, и бесы уже понимали, что все, вот он восходит, и говорили, «Антоний, ты нас победил», а он говорил, «Нет, нет, нет». И вот когда он уже прошел все мытарства, когда он только вошел в Царство Божие, вот он говорит, «Вот теперь, да, Бога, содействующая, я в Царстве Небесном». А нам сегодня говорят глупости какие-то, что преподобный Блаженный Валентин говорил, чтобы ее не обретали мощь. Да не могло этого быть. Если только человек, это все равно, что я скажу, знаете, вы мои мощи, пожалуйста, не обретайте, да? Вы все начнете мой адрес плеваться и говорите, «Господи, какой тщеславный человек, да? Еще ничего не сделала, уже прям думает о себе, что он святой. Никогда не говорила Блаженная Валентин, это глупости. Никогда она не могла сказать, если бы она такое могла сказать, то она не была бы прославлена. Вот это вы должны понять, братья и сестры». Не могла она этого сказать. Единственное, что бывало и есть в жизнеописании многих подвижников, они по своему смирению говорили, если, я знаю даже таких, которые говорили, «Если только Господь меня где-то будет слышать после моего перехода в загробный мир, а вы приходите ко мне на могилу и просите меня, и если я только буду достоин или смогу стержать благодать Святого Духа, и Господь удостоит меня, то я буду за вас молиться». Вот как могут сказать подвижники благочестия, а чтобы сказать, что «Нет, обретайте мои мощи, положите там в кафедральном соборе». Да нет, конечно. Это уже, знаете, домыслы врага рода человеческого дьявола. Поэтому святые никогда не могли об этом говорить. Они до последнего издыхания даже не думали, как преподобный Макарий Великий, о том, что он начал путь покаяния. Вот это и есть свидетельство о святости этих подвижников. Они действительно совершали великие знамения и чудеса, но они по своему смирению говорили, «Это не мне, это не я, это Господь совершает по вашей госпитте, по вашей молитве». Вот десмирение. А то, что «Не обретайте моей мощи», то это гордость. Не могли быть прославлены, какие-то святые такие люди. Поэтому Святая Блаженная не говорила об этом. Я могу вам рассказывать еще очень много. Вот еще одна, знаете, была полюшка такая в Рязани, очень известная подвижница, очень похожа по своим подвигам на Блаженную Валентину. Вот она никогда такого не говорила, но появился, знаете, в Рязани один такой, ну, даже мне просто сам воно не хочется его называть, вот, человек, который в ее уста вложил, ну, такую глупость невероятную. И столько этих брошюров написал, знаете, вроде бы под видом благочестивым, но он, знаете, вот такое сделал грязное дело для Блаженной Колюшки Рязанской, что я и там говорил, он, знаете, вложил в ее уста такие глупости, что надо еще, наверное, лет 200-300 пройдет, пока все это заботится в народе, что этот Петр о ней написал. Но вот писал такую глупость, знаете, больной человек, клиника просто, больной человек. И он якобы, она говорила, якобы вот он слышал, кто-то слышал. На самом деле, конечно, святей такого не говорят. Поэтому и Блаженная Валентина не могла такого сказать. Это люди по наущению врага рода человеческого вот привносят эту двухсмыслицу в жизнь. Даже не могла Блаженная такое сказать, поверьте. Поэтому то, что сегодня совершается, совершается по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всероссии Кирилла. И то, что она прославлена, Блаженная Валентина, все понятно. Многие не обращаются в молитву. И лично я к ней обращаюсь. И я чувствую, что она слышит. Но Господь, как я уже сегодня сказал, Господь ожидает от нас единства Духа. Вот когда будет единство Духа в нашем народе, когда мы достигнем вот этого состояния и нашей искренней веры, нашего Духа, нашей молитвы, нашего внутреннего духовного содержания, вот тогда и произойдет это событие. Вот тогда будет слава церковная. Поэтому не вкладывайте, не слушайте. Это, как я уже сегодня сказал, у меня 100% убеждение, что все темные села восстали сегодня и бушуют. Почему? Потому что это были действительно торжества православия. А враг этого не хочет. Вот и все. Ответ простой. Поэтому меньше слушайте каких-то прибауток, каких-то рассказов. Сами лично молитесь, как на Святой Блажене, и говорите, Блокровный Валентина, да будет во всем воля Божия. А уж обретение мощей, ну разве это не воля Божия будет? И если это произойдет, то значит будет воля Божия исполнена. А если не произойдет, то будем говорить, значит мы еще не достойны этого Божьего славения. Понятно? Не слушайте. Не слушайте. Сегодня будут очень много присказов говорить, разных правдов. А вы держитесь. Как она укрепляла всех своих сверстников в вере. Не слушайте. А потому как, помните, и апостол Яков говорил уже, это же первый век христианства. Тогда он же говорил апостол Яков. Сегодня очень много антихристов говорил апостол Яков. А Христос Спаситель говорил, не верьте тем, которые говорят, вот Христос тут, вот Христос там, не верьте всем этим снухом. Надо быть твердыми в вере и надежде на Бога. И Господь будет с нами. Еще и еще раз всех поздравляю с праздником. И пусть Святая Блаженная Валентина укрепит всех нас в вере, в надежде и в единомыслии. Аминь. Исполайте деспотов, Владимир. Всех поздравляю. Всех поздравляю.